На грядущих выходных музыканты областной филармонии готовят сразу несколько интересных проектов. 21 января Ульяновский оркестр русских народных инструментов под управлением главного дирижера Артема Белова устроит батл. Это уже третий концерт под лозунгом «Битва солистов». Предыдущие выступления собрали полный зал, поэтому цикл решили продолжить. В этот раз на сцену выйдут 9 солистов-артистов оркестра. Это баянисты, домристы, балалайчник, ударник и флейтист. Для нашей ульяновской публики я исполню произведение, написанное для флейты Пиккола. По-французски оно звучит «Lamer le Blanc». Это полька-фантазия, которая переводится как «Белая ворона». Это очень веселая, заводная и виртуозная полька. Я сыграю произведение моего педагога, у которого я учился в Академии музыки имени Гнесиных, Вячеслава Семенова. Сыграю его произведение «Токкатта Барбара». В общем-то я сам сделал инструментовку этого произведения и в таком виде оно прозвучит впервые. Каждому участнику коллектива выпадет шанс показать все свое мастерство. Настоящую русскую сказку покажут музыканты симфонического оркестра под управлением главного дирижера Эдуарда Дидюры. Для меломанов исполнят пьесы из цикла «Сказочные картинки Анатолия Лядова», симфоническую картину «Ночь на лысой горе» Модеста Мусоргского, симфонические номера из опер Николая Римского-Корсакова. В концерте примут участие солисты филармонии Елена Рождественская, Маргарита Долганенкова и Элемира Сидорова. Они предстанут в сказочных образах «Царевный лебедь», «Шамаханской царицы» и «Волховы». Сказочные образы в русской музыке занимают совершенно особое место. Композиторы обращались и к русским народным сказкам, к былинам и сказаниям, к легендам, к авторским сказкам Пушкина и Островского. Сказочные персонажи, персонажи легенд становились своего рода вдохновением для русских композиторов и подарили нам, слушателям, действительно легендарные музыкальные полотна, которыми мы наслаждаемся уже более двух столетий. В мир сказочных образов ульяновцев приглашают 22 января. Концерты пройдут на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.